Салам родные мои, добро пожаловать ко мне на канал и добро пожаловать на новый видеоролик. Последнее время мне все чаще и чаще попадаются в шортсах стримы, стримы по сампу в вертикальном варианте и это выглядит если честно довольно таки неказисто, странно и некрасиво. Но это лично мое мнение, о котором мы сегодня поговорим, а также поговорим о том, что же за будущее самп ютуба нас ждет, каким он будет и что нового там нас ожидает. Поэтому не забываем, что играя на 17 сервере Аризон РП, мой ник Лил Хеннесси и промокод хештег ФВЛК Шоу. Вводите мой ник и книг пригласившего вас игрока и за это вы получите 1 миллион при достижении 5 уровня. Ну что, желаю приятного просмотра, погнали смотреть. Поначалу я вообще не вдавался в подробности, что мне попадается в шортсах и почему это мне попадается. Но с каждым днем все чаще и чаще я начинаю замечать даже знакомых ютуберов, которые стримят через шортсы, набирают огромное количество просмотров, донатов, но зачем, для чего, почему, как вообще к этому мы все пришли. И здесь я хочу начать с того, что сама идея шортсов на ютубе довольно таки популярна из-за того, что она приносит огромное количество просмотров и якобы приносит аудиторию на ваш канал. И здесь как бы одно да, другое нет. Да, классно, что ваши стримы и шортсы смотрят огромное количество людей, но довольно таки печально, потому что эта статистика не соответствует количеству ваших реальных зрителей и ваших реальных подписчиков. Большинство людей, которые смотрят шортсы, они лайкают, подписываются и делают какие-то дополнительные действия по отношению к вашему шортсу просто потому, что это сделано уже на автоматизме после тиктока. Вспомните сколько раз вы листали тикток, подписывались на какой-то канал, а потом в целом забывали о нем. Также работает и здесь точно такой же принцип. Вы смотрите шортсы, что-то лайкаете, на кого-то подписываетесь, но вы даже не знаете на кого вы подписались, кого вы лайкнули и что у него вообще за контент. Проблема шортса в том, что там вам нравится не сюжет, не геймплей, а просто то, что вы увидели. Вам на 15 секунд это понравилось, вы это лайкнули и пропустили, вы даже не заинтересовались каналом, автором и что вообще произошло здесь. Вам понравилась либо музыка, либо нарезочка, либо монтаж, либо что-нибудь еще, но опять же не личность, не автор. Такая же история на самом деле происходит и со стримами, которые в последнее время все чаще пропагандируются у нас на ютубе, но в самп ютубе есть одна проблема. Самп не совсем в целом адаптирован под шортсы. Да, можно снять что-то прикольное, можно снять какую-нибудь нарезку, дрифт, ситуацию, но явно не стримы или что-то более серьезное. Я молчу уже о том, что вы теряетесь вообще в шортсах как автор, как личность, как человек и как какая-то медийная персона. Вы становитесь никем, вы нужны всего лишь как что-то мимолетное, что-то не запоминающееся и что-то довольно таки временное. Как это работает и почему это так работает. Заходя на ютуб, чаще вы заходите и у вас загружаются сразу шортсы. Первые 5-10 минут вы их начинаете листать и конечно же где-то вы останавливаетесь, что-то вы пропускаете, что-то лайкаете, где-то подписываетесь. Но опять же, это то короткое время, которое у вас просто уходит в никуда. Вы ничего не запоминаете, вы не потребляете новую информацию, вы не получаете что-то интересное. Так и получается, что наткнувшись на какой-нибудь контент по стримеру Аризоны или же какого-нибудь другого сам проекта, вы просто задерживаетесь с ним буквально на пару минут. Дальше вы листаете и уже забываете о том, что вы только что смотрели. Вы даже не думаете о том, что блин, а что это за игра, нужно зайти и посмотреть. Я уже молчу о том, что есть отдельные ютуберы, которые снимают не в целом геймплей на проекте, а просто, например, крутят рулетки, крутят номера, открывают кейсы и делают что-то подобное. То есть то, что по сути даже не является геймплеем сампа и рп проекта. Данный контент можно связать с тем же открытием кейсов из CS GO, либо же стендоффа, либо что-то подобное. То есть по факту, по факту можно вообще скачать какой-нибудь симулятор открытия кейсов и начать его стримить. И людям будет интересно. И они даже не зададутся вопросом, что это за игра и где ты это открываешь. Они просто будут смотреть это как тот же самый казик, как что-нибудь похожее на лудоманию и тому подобную вещь. И по факту, если посмотреть на это с объективной точки зрения, то человек, который увидел как вы крутите номера, рулетку или что-то подобное, даже не заинтересуется, что это за игра и вряд ли он на нее зайдет и посмотрит, что там вообще нужно делать. Открытие номеров, рулетки и так далее, это все азарт и это просто интерес к человеку, который этим занимается. Вы тратите свои деньги и показываете, что вы выбиваете из этого всего. А человек просто смотрит с интересом, с азартом. Он не интересуется вообще, что такое SAMP и что такое РП. Ну и как раз таки из этого всего складывается следующая проблема. Аудитория, которая приходит к нам на Аризону или на другой проект, она вообще не понимает, что происходит и что нужно делать. Человек увидел, как вы открываете номера и думал, что он будет делать то же самое. Ведь именно это он увидел. Он думал, что Аризона это про номера, а не про то, что нужно делать. Человек начинает пытаться вникнуть в проект, вникнуть в игру, ничего не понимает и правильно он уходит. Возможно да, он ввел ваш ник при регистрации и у вас появился плюс один человек, но к сожалению этот человек не актуален, он не играет и по сути это мертвый ваш реферал. Поэтому да, я наверное являюсь неким хейтером этого контента, потому что даже если мы смотрим обычные стримы по SAMP в виде шортсов, это выглядит очень и очень глупо. Вы не видите половины экрана, вы не видите половины игры, вы просто наблюдаете центральную картинку и пытаетесь уже дальше понять, что в целом происходит, что это за проект и чему это вообще все. Дошло уже до того, что вверху шортса, стрима, вы видите вебку, посередине вы видите SAMP, а внизу вы видите зацикленный видеоролик, как кто-то нарезает мыло, где-то кто-то прыгает бы не хопит в майнкрафте или в кс и что-то подобное. То есть опять же это пример, который сейчас происходит в тиктоке, который там вирусится и который на самом деле является чем-то злым и чем-то плохим для нас с вами, для зрителей. Из-за того, что пропадает концентрация на чем-то одном, людям приходится для количества просмотров и для удержания аудитории добавлять что-то еще, что может параллельно вас заинтересовать. То есть вы все время мелькаетесь между двумя-тремя картинками и тем самым остаетесь на видеоролике намного дольше. Но опять же возникает вопрос, а что вам в целом тогда здесь интересно? Смотреть вебку, смотреть игру или смотреть зацикленный видеоролик по вашему любимому например майнкрафту. В общем, как я хочу сказать и что я хочу сказать. Идея шорт стримов она довольно таки негативная. Эти стримы не приносят вам реальную аудиторию, они не заинтересуют вашего нового зрителя и вряд ли этот подписчик будет смотреть ваши видеоролики. Все что ему интересно это шортсы. Для вашего youtube канала конечно же это также негативное влияние. У вас огромное количество подписчиков и довольно таки скудно малое количество просмотров на ваших видеороликах, что опять же говорит о том, что как контент-мейкер и как личность вы для зрителя никто и ничто. Конечно если вы хотите просто получать огромное количество донатов, резкий прирост зрителей, вам важны всего лишь циферки, а не качество, то да, можете продолжать это делать. К сожалению на данную тему уже многие ютуберы высказались в свое время, высказали что они к этому испытывают и как, ну а я остался в стороне. Потому что мне было интересно посмотреть на этих же ютуберов, которые все это хейтили и при этом это делают. Я же в свою очередь могу точно сказать, что таким бредом заниматься я не собираюсь. Сколько бы это мне не принесло денег, сколько бы мне это не принесло подписчиков, я все-таки хочу оставаться личностью на ютубе и хочу делать тот контент, который мне правда интересен, а не тот, который мне принесет за раз огромное количество денег и за раз убьет мой канал. В общем друзья, что я хочу сказать в конце, уже итоговое прям мнение, а точнее совет. Смотрите только качественный контент, смотрите контент, который делается не ради денег и смотрите тот контент, который контент-мейкер, личность делает для вас, чтобы и ему и вам было интересно. Не нужно засорять наш с вами любимый сам ютуб всяким шлаком, поэтому давайте будем против всего этого, будем прям стараться доносить до наших с вами любимых ютуберов, что не нужно этим заниматься, делайте лучше хороший монтаж, хороший интересный контент и мы вас обязательно поддержим. Ну что с вами был я, Фавелка Шоу, всем удачи и всем пока.